Ровно 40 лет назад, но он не сохранился. Потом Ребе его проверил и раздал отдельным издание. Ну, то, что записали, оно там, часть пропущено, часть, в общем, Ребе его сделал. Он его взял проверенным и раздал его учить Тов Шиненбейс. То есть Ребе восполнил то, что потерялось? Нет, Ребе часто, когда проверяет, он делает там добавление, немножко другой вид. То, что идет сверху, как Ребе передает, и то, что люди записывают, это одно. Потом Ребе даже говорит, что тоже, когда Баумаймер, то есть тот, кто говорит Маймер, он иногда, вот то, что он говорит, оно идет как потоком, просто чисто передача. Ребе объясняет, что когда идет Маймер, это как Гарсиной, как передача Тора идет. А потом уже Ребе это снизу объясняет. Вот когда вот это муга, то есть то, что Ребе проверяет и раздает нам учить, чтобы нам мы могли это лучше воспринять. Поэтому вот это был Розенов в Новбейс. Слушай, мой телефон в кармане. Я думаю, что мне сейчас не понадобится. Не, 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 не. Я просто хотел позвонить. Может быть, ты упускаешь, Михайлович, сколько минут, чтобы... Потому что если 15 минут, мы не будем ждать. Если это 3 минуты, так это... Сегодня Маймор Довида Авдея Ночилаем Лавайлом из Гавторы Паршу Вайгарш. Довшин Ламин Бейс 40 лет. Рассказано, что в 40 лет человек может понять, что ему говорит его учитель. Так что у нас есть шанс что-то понять. Божья помощь. В Довида Авдея Ночилаем Лавайлом и Довида Раб Мой носит вам на веки. И не посык за губы Автора Паршу Вайгарш. В Довида Авдея Ночилаем Лавайлом из Гавторы Паршу Вайгарш. Посык этот, он в Авторе Паршу Вайгарш. И нужно понять, на первый взгляд, отношение Авторы в главе, она в том, что смысл обоих стоит в том, что происходит соединение Ягуды и Йосифа. Ягуда подступил к Йосифу. Это часть авторов, в котором сказано, что начало главы, то состоит в том, что Вайгарш подступил в Йогуда. Во Авторе сказано, что возьми себе одно дерево, на котором написано… на котором написано Йогуда, на другом, написано Йосиф, приблизи их друг к другу, и будут они тебе одним деревом. То есть, я сделаю их одним народом, и Мелак будет один для всех. Это Гавтор. Мы видим, что смысл, мы знаем, что Гавтор, она отражает смысл, то, о чем говорится в главе. И поэтому, если вы говорите, что здесь смысл того, что здесь про Йосифа Ягуда и там про Йосифа Ягуда говорится. Но если посмотреть более детально, вы смотрите, что если мы посмотрим более пристально, более детально, то в том, что подступил Йогуда к Йосифу в главе, подчеркивается, что Йосиф выше, чем Ягуда. Как с точки зрения самого процесса, как он подступил к нему, что Ягуда пошел к Йосифу? Почему? Потому что он нуждался в нем. То есть, он нуждался в нем, почему? Нужно было освободить Беньомина. И также, в самих словах Йогуда Йосифу, которым сказано «би адойни», то есть, он просил, чтобы мне, господин мой, скажи своему рабу, то есть, он говорил с ним, как с высшей, да, как с человеком, который явно выше его. «Адже Йосиф вою мелых алко лохов, кое ли Гуде у Бога втора не омара в Авде, довед мелых, а лигем, довед авденосилагем лойлу». Вплоть до того, что Йосиф был мелыхом для всех братьев. Включаю Йогуду. В Авторе сказано, что раб мой довед мелых будет для вас, то есть, что довед авденосилагем лойлу навсегда будет вам носить. То есть, мы видим, что в авторе мы видим, что в конце концов сказано, что довед, говорится, что довед носил, то есть Йогуда будет. В Авторе говорится, что Йогуда выше, потому что он носит навеки. А в Парше говорится наоборот, Йосиф, он старший. Поэтому, как то, что говорится в Авторе, в Парше про Йосиф и Йогуду, это общее. Но то, что говорится совершенно с разных позиций. Нужно понять. И то, что в этих Псуким, в Авторе, Парше, понятно, что идея – это то, что Йогуда выше, чем Йосиф. Она есть в намеке также в том, что Йогуда поступил в Йогуду, то, что поступил Йогуда к Йосифу. Поскольку обязательно смысл не должен отличаться. То есть весь смысл Авторе в том, что она отражает смысл Парше. Поэтому есть какие-то… не просто какое-то там, что об одном и том же, об одних и тех жрицах говорится. Но смысл там, что Йосиф выше, а здесь Йогуда ниже, а тут наоборот. Это как бы получается, на первый взгляд, противоречие. Поэтому такого не может быть. Поэтому это намекает на то, что в самом подступе Йогуды к Йосифу намекается на то, что Йогуда… Есть намек, там содержится, он пока не виден, что он выше Йогуда, чем Йосиф. То есть это все сокрыто. То есть смысл в том, что… Кратце, первый сейф. Что мы говорим о том, что Гавтора, Парша Ваигаш говорит о том, что Йогуда он выше Йогуда… Парша говорит о Йосифе Йогуде и Гавтора говорит о Йогуде. Когда говорится там про соединение и тут про соединение. Но разница в том, в детали, когда мы смотрим, разница в том, что там в Парше Йогуда он под Йосифом. А здесь он над Йосифом во Фторе. Поскольку, Раби говорит, поскольку смысл во Фторе, он отражает смысл Парши. Поэтому надо сказать, что намек в том, что Йогуда поступил к Йосифу, что он выше Йосифа, содержит так же самой Парши. Просто это не видно. А во Фторе это раскрылось. Пока так. И вот эта идея, что в самом поступке Йогуды к Йосифу в сокрытии содержится преимущество Йогуды над Йосифом, что он выше Йосифа. Это так же понятно из того, что объясняется в Тойре-Ойр. Хасида Шипарша называется. Тойре-Ойр – это Алтаребе на главы Тойре. Хасида Шипарша. То есть в этом Алтаребе объясняет там, что войга на этот посок, что это то, что это, что мы сами живем и доймем. Там вдруг Алтаребе начинает объяснять про Байсамикдыш, говорит, что Байсамикдыш он был из камня, не живой природы. Не так, как Мишкин, у которого только Пол Мишкина, он был из праха, то есть это Доймем. Он земляной был, там не было никаких настилов, ничего не было, был земляной. Сам Мишкин был на земле. Однако стены Мишкина, они были растительные, там растительный мир, а то, что покрывало, это было из животных, там кожа животных. То есть был весь набор, все представители были. И это почему? Потому что, когда мы берем Садрегишталшу, то есть когда упорядоченный спуск, то там получается, что растения, они выше, чем, животные выше, чем растения. Растения выше, чем неживая природа. Но в своем корне неживая природа она выше, то есть камень, он выше корня, камень, прах, его корень выше, чем животные и растения. То есть как пример. Например, как Самаин говорит, известная вещь, что когда было творение, то создано было сначала Самаин, а потом была создана земля. То есть небо, а потом была создана земля. А в своем корне, то есть в мысли, как бы мысли Всевышнего, земля, она предшествовала этому. И сам факт тот, что земля во время творения была сотворена последней, указывает на то, что в мысли она предшествовала небесам. Потому что есть, как мы говорим в Кабул и Шаббас. Сойф маисе ба макшоу от хилы, что последнее в действии, первое в мысли. То есть то, что задумано первым, оно осуществляется в последнюю очередь. Это как бы цель творения получается. Да, получается так. Если человек задумал строить дом, то много ведет подготовок к этому всему и даже самостоятельно, потом дом уже появляется в последнюю очередь. Хотя он задумал, вся идея в том, чтобы дом был построен. Все, там начинают кирпичи возить, работников набирают, все что угодно. Делается только последний появляется дом. То же самое, если мы возьмем верхние сферы. Зерампин и Малхус. Что такое Зерампин? То есть все сферы, которые мы знаем, что от интеллекта и эмоций, их девять. Да, Зо иногда Зо считается только Мидость, то есть эмоции. Но вот эти вот все сферы и Малхус, они напоминают это Шамаймур. Они наподобие Шамаймур. Или наподобие растений и неживой природы. Потому что Мидость, они сравниваются с растениями. Мидость в духовном плане – это то, что растет. Да, то есть она увеличивает любовь, допустим, страх. Это то, что не какой-то фиксированная вещь, которая подвержена росту, изменениям. Интеллект ведь тоже, в общем-то, по-прежнему. Да, тоже. Зо, поэтому говорится Зо. Зо – это все. Зорер Зерампин. То есть Малхус. Вся структура сферы. Что значит Зайн Алиф? Зо – Зер Анпин. Зе – Эрм Анпин. Это на арамском – Малый Лик. То есть Малый Лик – это означает вот это вот раскрытие мира Цилуса, который раскрывается, божественность, которая была до этого сокрыта в Кесарь, то есть желание. Когда есть у человека желание что-то сделать, потом, чтобы оно осуществлялось, нужно, чтобы появилась идея, как это все осуществить. Поэтому рождается интеллект, и интеллект рождает эмоции. И вот это все, это называется гешталшилус – постепенный спуск, спуск, упорядоченный спуск миров. То есть в этом постепенном спуске Зер Анпин, то есть вот этот Вся структура верхняя сфера – они сначала идут, а потом Малхус. Малхус – сфера, Малхус – это та сфера, которой вообще у своего ничего нет. Все, что у нее есть, она принимает от верхних сфер. Такой у нее смысл. Это как Луна. Луна сравнивается с сферой Малхус. Почему? Потому что Луна у нее… Все, что она… Весь свет, который у нее есть – это свет Солнца. И то, какой свет она получила от Солнца, то будет тот свет и от нее потом будет исходить. Окей. То есть, когда мы говорим «поступенчатый спуск», там все зоны, то есть Зер Анпин, эти верхние все сферы – они выше, чем Малхус. А он бы шоршем, шориша Малхус – замайном и шориша Зо. Но в своем корне Малхус – это самый высокий корень. Он выше, чем эти все сферы. Да, что вы хотите. Он как бы все в себя вбирает, в нем все отражается, да? В Малхус просто он весь… Вот как идет, допустим, есть какой-то интеллект. Сейчас мы дальше будем говорить, я думаю, что это будет понятно. У человека есть какая-то идея. Он потом… Эта идея, он начинает… Она приходит в эмоции, рождает эмоции. Чтобы осуществить эти люди, нужно что-то должно нравиться, что-то должно не нравиться. Да? Есть страх, есть любовь. Потом есть нижние сферы, которые вот эту всю вещь, они должны привести, передать вниз. Они… Все это собирается и передается через сферу Иссоид. Иссоид уже как бы собирается в сфере Иссоид. Иссоид это выдает Малхус. Вот что Малхусу дали, то Малхус и имеет. Там все эти сферы, они могут по-разному меняться, в зависимости от каких-то вещей. То есть, какая-то есть регуляция. Малхус, он имеет то, что ему дадут. Но корень… Корень его, он выше, чем всех остальных. Сейчас это будет… Мы будем это все сейчас разбирать. Пока это как стейтмент звучит. Потому что это цель, а все остальное, в принципе, это промежуточные стадии. Ну… По идее… Провидерс. Да. В общем, в итоге, да. Потому что все гилуем. Все раскрытия, они ради… Ради… Ради вот этого цели… То, что внизу. Вот. Лахейн ласид ловатия Малхус ломай нам изо. Поэтому в будущем Малхус будет выше, чем все остальные сферы. А еще существует… Эйши схойл от Эрис Байл. И сказано, что… Как сказать? Женщина будет сильной… Хайл… Хайл… Как сказать? Эйшелс Хайл. Доблиц. Отлично. Доуличная женщина, она венец мужа, то есть она, как корона, она на голове у мужа. Никогда не нужно забывать, что самая красивая корона без головы, она не работает. И наоборот, да. Голова без короны, тут нельзя ничего убавить. Почему? Потому что, да, раз будет в раскрытую этот корень Малхуса, почему вдруг она станет? Потому что раскроется ее корень, который выше, чем корень Заранпи, чем в всех остальных сферах. И это причина, по которой в Мишкане все стены и крыша была из растений и животных, животного и растительного мира. А в Мишкане все было из камня, из неживой природы. Потому что Мишкане это было только временное жилище для Всевышнего. И там поэтому все было как, все в порядочном образом. Поэтому, что там была самая низа земля, она была из неживой природы. И так постепенно, потому что стены были из растительного мира и крыша была из кожи животных. Потому что, когда мы говорим о порядочном порядке, то в порядке идет сначала неживая природа, потом растения, потом животные. Но храм Бесамикдаш, это было постоянное жилище Всевышнего, наподобие будущего мира. И поэтому тогда Амалхус, что-то неживая природа, она была выше всех с Фирос. Это причина, по которой даже крыша в храме была из камня. Там были деревянные балки, но они были покрыты. Каменный, был каменный. Снова каменный. Там было дерево, да. Там использовалось дерево. Но он был... В общем, здесь был каменный. Подолочен. Да. Теперь, для чего мы это все говорили? О чем была речь? Вот эта идея, что в Айгаш и Игуда, что там, в самом процессе подступа Игуда к Иосифу, в сокрытии содержится то, что Игуда, как говорит Гавтора, которая нам это потом раскрывала, что Игуда выше, чем Иосиф. И это Алтаребия начинает объяснять про храм. Что вот в храме была такая же картина, что вот это вот соединение этих двух идей, как Шамай Морец, как Деранпин и Малхус, как Игуда и Иосиф. Это все одна и та же идея. И вот дальше... Валдарь, кто бы это говорил о Иосифе Игуде? То же, что касается Иосифа Игуде. Иосиф в Исоид, в Игуде, в Малхус. Потому что Иосиф – это Исоид. Исоид... А Игуда – это Малхус. Поэтому у Игуда, Малхус, у него ничего нет. Ему нужна Исоид – это сфера, которая собрала все влияние, которое шло с верхних сфер. Самая последняя сфера перед тем, как выдать в Малхус. И поэтому Игуда он ниже просит. «Я дуй не дай меня». Зе шаг шав Иосиф гу ламай на Майгуда, гу. И посетчик сказал, что Иосиф гу ламай на Малхус. Почему сейчас Иосиф выше? Потому что такой порядок во время... Упорядочность в это время такая, что порядок такой, что Иосиф, Зо, в сферах они выше, чем Малхус. В зе гу в Игахшала в Игуда воюмер Беадойни, и депируш Беадойни гу, шаба Ягуда, беюмших ашефами Иосифа отца, декадойни, ки Гамалхус, макабыл шефами Зо. И вот это то, что он к нему подступил и просит Беадойни, дай, господин, в меня, в мне. Что означает, беадойни означает, что в Игуду пришло влияние шефа от Йосифа Цадик. Адойни, он его господином своим называет. Потому что Малхус, он принимает это влияние от верхних сфер. В будущем, когда раскроется корень Малхуса, который выше, чем все остальные сферы, тогда он будет править над всеми. Потому что тогда после того, как он все это примет, тогда раскроется, кто он такой. Вот этот вопрос нужно объяснить. Такい вам ше acontece. Иосиф Цадик биологически в армии замени нормального retiringаа! Вкратце я просто скажу, что то, что, дальше люди говорят, что то, что в Майморе, о котором говорит Алтаребе, он начинает объяснять, он же начинает посох объяснять, и он совсем вроде как не собирается, как посох в этом самом Майморе, Алтаребе вроде как не собирается, он всем объясняет причину, почему Байсамикдыш был из неживой природы, из камня, а в том факт, что он объясняет это, именно вдруг там вклинивает это объяснение, что он был наподобие будущего мира. Это как раз является намеком на то, что там намекается, что в самом Паше Ваигаш содержится в сокрытии, что Игуда выше, потому что сам Байсамикдыш, как объясняется, сравнение Мишкина и Байсамикдыш, как раз идея, почему вдруг на этот посох он приводит, потому что с самого начала, говорит, есть здесь сокрыта вот эта идея, что Игуда выше, чем Иосиф, и раскрытие это будет в будущем. Это то, что нам сейчас нужно будет понять. Вот эти все вещи, которые мы говорили, как стейтменты, как такие утверждения, что Малхус, корень его выше, что он принимается в сферу, потом поднимается в будущем. То есть сейчас нам сейчас это будет более подробно объяснять, в чем смысл, что мы могли понять не просто, как принять на веру эти утверждения, чтобы это было более понятно. Встретьте сейф. Сначала нам нужно, чтобы понять то, что мы сейчас все говорили выше, нам нужно понять такую вещь, что когда Игуда захотел пробудить Иосифа, чтобы он дал ему ашпо влияние, он сказал ему, что ты как пара, ибо ты как пара. Шеф – это изобилие. Да, изобилие. То есть это влияние. Вот это шефа, который… Вот это слово «машпея». Что такое «машпея»? Когда он влияет… Машпея то, что он передает… Рав и Машпея. Рав Машпея передает ученику. То есть вау. Ашпо. То есть ашпо – это влияет. То есть он влияет на него. То есть шефа и значение тоже изобилие, но в данном случае от слова «машпея» – идея, что он «машпея» ему. Что он передает ему что-то, влияет на него. Вот Иосиф… Он сказал Иосифу, что «ки кемой ха кепара». Это вот как бы получается, что это такая причина для того, чтобы Иосиф это сделал. Потому что ты как пар. Сейчас мы увидим. Почему он это сказал? Зачем? Попросил бы. Нет, он еще сказал. Как мой, как и пар. Что это значит? Берут безе. Теликзис, ям шохам изоо Йосифа, и малхоз, и гуда ги рида. А лхэйн, бер, и гуда ла Йосиф, и гуда ги рида. А льдей зе, теге, а льдей зе, теге, а лья бэзоша, и геаке мой ха кепара. Так вот. То, что Иосиф передает в Малхоз – это большой спуск. Большая ирида. Спускаться никто добровольно никогда не хочет. Все хотят только подниматься. Как внизу, так и вверху. Вернее, наоборот. Потому что так вверху, поэтому так внизу. И для того, чтобы был какой-то спуск, нужно как-то заманить. Нужно как-то заманить. Объяснить, почему это нужно сделать. Сома, когда спускается в этот мир, она спускается ради большого подъема. Просто так спуск сам к себе не имеет смысла. И вот, то, что, поэтому Иуда должен был объяснить Йосифу, что Йосиф же понимал, что если он, Йосиф Висоид, начнет спуститься так низко в Малхоз, между Висоидом и Малхоз, огромная дистанция. Если спуститься так низко, это спуск, зачем мне это надо? А он ему говорит, что наоборот, он ему объясняет, через то, что благодаря этому будет алия, подъем во всех, во всех сферах, включая тебя. И суть принадлежит, как одна, одна структура. Принадлежит всем этим, что вся эта структура сфера из-за того, что ты, вот это влияние шефа пойдет вниз, будет в ней подъем. И какой еще подъем, не просто он ему говорит, а он говорит, что я как мой, как и пара, будешь как пара. Что же это такое за интересное, что Йосиф должно это привлекать, что он как пара. В чем здесь идея? Мы неоднократно говорили, сейчас еще раз возвращаемся, что все, что есть в этом мире, все, что есть в обратной стороне ситрахара, все имеют корень к душе. И чем ниже спускайся сюда, тем выше корень к душе. Митраем, который в этом мире, самый гнусный, вешеный на земле, он происходит от Митраема к душе. Что в душе есть Митраем, есть цимцу, есть сокрытие света. И оттуда спускается вот этот вот сюда. Пара в душе – это одно из самых высоких вещей, потому что здесь пара – это одно из самых низких. И как объясняется в Каболе и в Хасидусе, что пара – это аспект кесарь, который выше корона, который выше этих всех структур и сфер, раскрытий. Корона – это желание. То, что все сферы, как это желание осуществляется. Что сказано в Хумаше, что дайте пятую часть, и вы дадите пятую часть пара, а четыре будет вам. Есть такое понятие хамишеслы пара, что пятая часть, четыре части будет вам. Это все, весь Седрогиштал, здесь Хохма, Бина, Сфирис и Малхус. А пятая часть – это кесарь, который выше всего этого. Поэтому, когда отделяют хамишеслы 20% седоки, это говорит хамишеслы пара. То есть, того пара к душе, от этого привлекаются очень высокие вещи в этот мир. 20% – пятая часть. Это другой же вопрос. Пятая, с пять ступеней души, все там, вплоть до ехид. Не, сейчас не место. И объясняется, есть ломер, объясняется, то, что четыре части вам, оно приходит после того, как в продолжении того, что пятая часть пара. Почему? Потому что через то, что будет пятая часть лопара, то есть, этим вызывается привлечение вот этого высокого раскрытия. Привлечение, вот это гамшоха, как сказать по-русски гамшоха, притяжение, притяжение Кесар, который выше Гешталшулса, тоже выше всех этих миров, короны, которые над мирами, в эти четыре части, которые для вас, то есть, хохма, бина, заранпин и малхус, она тоже будет таким способом, что она будет гораздо выше, чем обычным, когда это идет обычная передача из Кесара, из желания в Шфирис. Объясняется в Зогаре, де пара гу, де асприи выизгалвин, минэй колны гурин. Что такое пара? Я просто, чтобы немножко, было немножко понятнее, объясняет, в парше бой, когда сказано, бойл пара, Всевышний сказал, Мойша бойл пара, Мойша боялся пойти к паре. Объясняется, почему, что он бой, потому что нужно было сказать, лех, если, иди, да, бой, как оттенок пошли, что я с тобой, Всевышний, поэтому, это говорит о том, что Всевышний сказал, что я пойду с тобой. Почему? Как-то Мойша Рабейню боялся пойти во дворец пара, почему? Потому что, Мойша видел вещи в своем корне, корень всех вещей. И он видел очень высокий корень пара. Пара, которая сидит во своем дворце, там раскрываются самые-самые высокие света. Пара, то есть, это указывает на саму сущность бесконечного света, который, пара, слово аспри, аспри, то есть, значит, они раскрываются совершенно неупорядоченным способом, как бы взрывной волной. и человек, нешом и бегу, нешав в теле, даже Мойша Рабейню не может такое раскрытие принять. И поэтому Всевышний сказал, да не бойся, я пойду с тобой. Туда. Бо, Эл Пара. Такое-то, здесь, когда говорится об этом раскрытии уровня пары, Кесар, как раз, вот это, вот, здесь, эта идея, которая в Зогаре, она как раз и рассматривается, что от него раскрываются все света. Да, есть слово имя, что, пируш асприя, кол негурин гу, что, идея вот этого объяснения, что такое раскрываются все света, что, они раскрываются совершенно невероятным образом, неограниченным, неупорядоченным образом, они, приходя в Гешталшу, приходя вниз, потому что ниже Кесар, в эти миры, они там тоже приходят способом неограниченного. То есть, в самих этих сферах, с которой ограничено, чувствуется вот эта неограниченность этого света. неограниченность 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 и, соответственно, вниз, все, что передается в эти сферы, оно принимается в таком же виде, в ограниченном. Когда идет хамишесла пары, когда идет вот эта вот пятая часть пары, тогда происходит совершенно другой способ соединения, передачи из Кесар вниз. Тогда раскрывается вот это вот ощущение, привлекается вот эта блигву, неограниченность, раскрытую в эти нижние сферы. И они ощущают, что идет напрямую передача из Кесар, из короны. То есть это совершенно другой уровень раскрытия. И вот это как раз неупорядочено. А что, как это все приходит? Через фиру и сайт. Это Йойси все делает. Он все получает и все это выдает. Вопрос. В чем разница между Ловина или Йон и Пару? Есть да, вот подумаем. И Йойси и сайт гу шегу мошпил и Малхус. Идея и сайт в чем, что он мошпил, он является мошпил для Малхуса. Вот где шега ашпо ламата гу а ламшох а мега кесар. Для того, чтобы было вот это влияние вниз, нужно, чтобы он привлек из кесар. Это ашпо. Пару кесар и Йойси и сайт ато теге албейси в алпиха кесар. Поэтому говорит ему, пара, что ты будешь справить всем, только одним одним я буду выше тебя кесар. Троном. Вот этот кесар, этот трон, это как раз и есть та часть кесар, сущность кесар. Это мг. Кесар. То, что отделено даже от той, выше той части кесар, которая влияет вниз. Абсолютно отделена пневмеза кесар, внутренняя часть кесар, которая называется Атик. И вот сказано, что пара, все Йосиф, все он делает, все Йосиф передает, кроме вот этой вещи. Эта вещь вниз не идет. Йосиф не может ее передать. Эт сам кесар остается отделена эта пара к душе. Алло. Вот это вот как раз преимущество, это как раз преимущество Малхус по отношению к кесар. То есть мы говорим о том, что когда мы передаем еще пару минут. Нохам, еще пару минут. Да, да, я бы вышли недалеко. Для того, чтобы пришло вниз вот это высокое раскрытие пара, трон пара, не пара просто как Йосиф, который передает все это, но пара ему сказал все, что хочешь, это все твое. Кроме этого, трон, трон, это кесар, это кесар, который выше, сама Эцима кесар, сущность кесар, которой ты не можешь коснуться. кесар, вот эта передача Исоид, которая вбирает в себя все высокие цвета, которые идут из кесаря, благодаря Хамише слепара, все это, поскольку Йосиф всем этим владеет, это все равно не сама сущность кесаря, только та часть, которая имеет отношение к Ишталшилу, которая имеет отношение к низу. И поэтому вот здесь преимущество Малхуса по отношению кесаря. Корень Малхуса в самой кесарь, Эцима кесарь, сущности кесаря. Называется кесар Малхус. Малхус имеет корень самой сущности кесарь, самой пнимеза кесарь. В отличие от остальных сфер, которые берут начало в кецонеза кесарь, то есть в Ориханпе, в большом лике. Сфер сгагнузас и так далее. И этот корень сокрыт Малхуса. Его не видно. Для того, чтобы он раскрылся, нужны эти верхние сферы. Малхус не может проявить себя, пока не пройдет это влияние. Причем это влияние не просто необычным способом, которым это идет в Седергиштал. При этом это не то, здесь он что-то просит другое. Этот корень Малхус не раскроется, он просто примет эти света обычным способом. Здесь идет о чем-то другом речь. Малхус что решает, что через то, что вот эти верхние сферы, через то, что они передали через Иссоиде, Йосиф, принял все это, передает в Малхус и раскрывает его корень, что он сущность кесар. Гамзом из Галадаргазу, что даже тогда все сферы переходят на этот уровень. Тогда в них они поднимаются в аспект Эцима кесар. Малхус их всех поднимает. Это как строение, чтобы поднять все строение нужно, когда поднимаешься до самый низ, тогда поднимается все. И Малхус – это самый низ, фундамент. И вот когда за него берешься, поднимается все. И поэтому он говорит, ты ко мне какая пара. И Игуда убедил Йосифа, что нужно это делать. Почему? Потому что ты сейчас всего лишь берешь от этой внешней части кесар. Если ты дашь мне, потом мы увидим, что необычный способ. Тоже с еще специальным языком Игуда говорит. Если ты мне дашь что-то еще определенным образом, ты попадешь туда же, куда я, откуда мой шойриш. Я не просто ты мне раскрою шойриш, ты со мной пойдешь туда. И раскроется вот эта идея, что кемойха кепара. То есть троном. Что такое трон Эцима кесар? Вот он ему сказал би адойни, он не просто ему сказал, что что тогда би – это в меня, чтобы пошло. Кемойха кепара. Потому что ты как параш. Что через это раскроется в Малхусе его корень, сама сущность кесар. Кесар таковая, не какое-то ее раскрытие. И через это он будет кемойха как пара. Что придет, в него привлечется вот эта идея сама Эцима кесар. Иосиф. Это мы закончим. А потом нам нужно будет выяснить, что все дело окажется в том, что в этих словах би адойни, что Игуда сказал. Потому что обычно это все равно происходит. Обычным способом всегда идет эта передача. Иосиф все время идет Гешталшусь, идет от кесар, идет передача. Но чтобы раскрылся этот корень Малхуса, значит нужна особая какая-то вещь. Вот это би адойни, мы увидим как с Божьей помощью в следующем занятии, как это влияет на эти слова и что это означает. Спасибо. Это из Божьей. Это из Божьей. Это из Божьей. Все нормально. Тяжелое. Несколько тяжелое.